Доказательства, которые собрали следователи следственного отдела по городу Якутску ССК России по республике Саха-Якутия, явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 52-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в убийстве. Следственным судом установлено, что в июне 2007 года к подсудимому обратился его приятель, который попросил его о помощи во время выяснения отношений со знакомым мужчиной. Для страховки на случай агрессивного поведения оппонента или в случае, если он придет не один, подсудимый взял с собой ружье. Мужчины приехали на улицу Курашова, и приятель подсудимого вошел в подъезд, вызвав на разговор мужчину. В какой-то момент между ним и приятелем возник конфликт, переросший в обоюдную борьбу. Видев, что по отношению к приятелю применяется физическая сила, подсудимый решил вмешаться в происходящее и произвел два выстрела в голову и в рюшную полость потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте, а стрелок и его приятель скрылись. Как установлено следствием и судом, разговор происходил с милиционером-конвоиром, которому товарищ подсудимого предъявил претензии о смерти своего знакомого в местах лишения свободы. На протяжении длительного времени преступление оставалось нераскрытым, и в ходе предварительного следствия по другому уголовному делу следствие получило данные о причастности подсудимого к событиям тех давних лет. Совместная работа следователей и криминалистов регионального следственного комитета, сотрудников отдела по раскрытию преступлений против личности АУР МВД России Якутская, а также оперативного подразделения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по республике по изучению материалов уголовного дела прошлых лет, дало закономерный результат. Личность стрелка установили, и вскоре он был задержан. Несмотря на непризнание вины в совершенном преступлении, следствием собрана достаточная доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.